Я известный врач психотерапии, автор, новосток бестселлеров Андрей Курпатов сегодня у нас в гостях. Андрей Владимирович, очень рады вас видеть на площадке буквоеда. Давно вы у нас не были. Давайте я помогу. В руке будете держать? Ага, пожалуйста, включаем. Я сначала постою, а потом, когда уже вопросы будут, я сяду. Спасибо большое. Я так понимаю, что те, кто сидят вообще, пришли сильно заранее. Мне это очень приятно. Спасибо. Давно книги мои выходили без презентации, все-таки у нас был... У меня ближе, наверное, да? Понятно. Я просто непривыкший. Ощущаю себя Кобзоном, поэтому это меня все время дико раздражает. Да, и презентации, соответственно, не было, хотя за это время вышло много разных книжек. Значит, из их целой серии «Мозг и бизнес», «Факт-карты для бизнеса». И вот сейчас «Стратегическое мышление в бизнесе». Несмотря на то, что это бизнес, на самом деле книги, как я всегда люблю, они про человека, про разные жизненные ситуации, с которыми мы сталкиваемся, и как использовать знания мозга для того, чтобы более эффективно решать какие-то жизненные задачи, но и бизнес-задачи в частности. Ну, если говорить про книгу, которую я считаю самую важную, я ее написал в августе 22-го года. Она называется «Дух времени. Ведение в Третью мировую войну». Вот, и я думал сюда, я ехал, вот, и я переживал. Я думал, я сейчас, если буду про нее рассказывать, все будут в печали. И ничего хорошего я не скажу. Про стратегическое мышление рассказывать в ситуации тотальной неопределенности тоже выглядит, как некое издевательство. Хотя книга «Стратегическое мышление» посвящена разным типам мышления, и конструкторам, центристам, и рефлекторам, и как собрать вот лучшее от каждого из типов мышления для того, чтобы максимально ярко представлять себе задачу, видеть в ней все детали и понимать суть, зачем мы ее решаем. И в этом смысле это как раз такая антихрупкость, потому что что бы ни происходило дальше, и я себя все время, сколько, впадаю в это черно-зеркальное настроение, всегда себе повторяю, все равно жизнь будет продолжаться, люди будут жить, они будут нуждаться в помощи, у них будут сложности. Я скорее переживаю из-за того, что количество сложностей будет нарастать, и мы, к сожалению, в целом не очень к этому готовы. Я все время в 17-м или 18-м выпустил книгу «Четвертая мировая война», а писать ее начал еще вообще в 14-м, но общая реакция была такая «Ха-ха». Искусственный интеллект, ха-ха. То есть еще совсем недавно тут я с директором Биокады, у нас тоже была такая дискуссия в библиотеке Маяковского, я говорю слово «искусственный интеллект», он говорит, нет никакого искусственного интеллекта. И это вообще беда, конечно, потому что люди пытаются сравнить искусственный интеллект с человеческим интеллектом, но на самом деле это две разные абсолютно вещи. Наш интеллект – это интеллект, который призван обслуживать наши биологические потребности в самосохранении, в формировании социального статуса, в продолжении рода. То есть наш естественный интеллект, он заточен под очень ограниченный круг задач. Понимаете, математика, например, она же не всем дается. Есть, конечно, выдающиеся люди, но по сравнению математики, но по сравнению с машинами понятно, что математика – это не самый наш лучший конек. Они из нее сделаны, они ее лучше понимают, и они с ней способны лучше справляться. И то, что мы сейчас имеем в виде этих алгоритмов GPT, которые, как вы понимаете, это только пока развлекательная часть марлезонского балета, сейчас именно этот подход, показавший невероятную эффективность, будет внедряться и в роботов, он уже сейчас внедряется с огромным успехом. И, я не знаю, в медицину, куда угодно. Качество диагнозов, которые ставит сейчас алгоритм Гугла по GPT с этими нейронными сетями – 98%. Это значительно лучше, чем у любого врача. То, что касается профессий креативных, которые мне все время говорили, да нет, ну-ка, вот креативные-то профессии точно будут. Я все время умилялся. И вы понимаете, что его учат как раз на креативных профессиях. Там ему подметать, может, ему сложно, потому что мало данных про это. А картина в интернете просто вагон. Слов нами напружено туда – вагон. А это именно речевые модели. То есть они именно стоят на этих знаниях. И здесь они обставляют человека. И дальше это будет только как снежный ком развиваться. Потому что эти продукты появятся не только у маленького стартапа УПНА. Они появятся у всех гигантов. И мы будем претерпевать драматические изменения, связанные с тем, что система регулирования искусственного интеллекта абсолютно отсутствует от слова «совсем». Ну, просто никто же не знает, что это такое. Поэтому никто не понимает, что с этим делать. И государства не могут его регулировать. И дальше получится, что самое мощное оружие, способное влиять на всё – на информационную повязку, на технологические прорывы и так далее – будет находиться в руках нескольких всего компаний. И эти компании превратятся, собственно говоря, в новые государства. Собственно говоря, в Третьей мировой войне, в этой дух времени я и описываю происходящие сейчас процессы как следствие того, что государства, как прежняя система организации общества, перестали определять то, что происходит. Потому что все весело пошли и стали гражданами цифровых сред, получили там паспорта, верифицировались там, с друг с другом общаются, регуляторы всячески пытаются не допустить развития монетарной системы, чтобы эти гиганты не стали выпускать собственную валюту, не стали имитентами денег. И по этому поводу большое количество битв. Почему? Потому что что нами управляет в этой жизни? Ну так, если разобраться. Ну это какие-то полиции, да, какие-то правовые органы, и, собственно говоря, и деньги. Ну то есть насилие, и кнут, и бряник. Вот что, собственно говоря, государство использует для того, чтобы управлять народом населением. И это во всем мире так. А дальше появляется история, при которой... А зачем вы вывесили диплом? Я хочу первый вопрос задать. А, хорошо. Считайте, что вы заняли это место, и я к вам обращусь. Я чувствую себя как Владимир Владимирович. У него там тоже... Да, и, соответственно, это огромная история. Значит, дальше метаверс. Вот я сейчас сначала писал книги. Я вообще всем благодарен, кто пришел до книжного. Просто сам факт, то, что мы в книжном магазине, он как-то напоминает, что мы все-таки были произведены еще книжной культурой. Но в реальности люди все меньше и меньше читают большие тексты. Собственно говоря, это ключевой фактор, определяющий развитие нашего интеллектуального ресурса. Если мы не способны большой текст осмыслить... Но вот насколько большой текст мы можем осмыслить, настолько, собственно говоря, у нас и развит интеллектуальный ресурс. И сейчас понятно, что книги... Ну, я их пишу уже, так сказать, просто как этот... Не могу молчать, не могу не писать. А в целом люди хотят слушать, люди хотят, чтобы уже им все объясняли на пальцах, на примерах. Вот давайте уберите эту теорию, это все скучно. Что делать мне? Разводиться или не разводиться? Все хотят каких-то сразу простых ответов на все, на все истории. И, соответственно, и это скоро, то, что мы привыкли, социальные сети в том виде, в котором мы к ним привыкли, тоже изменятся. Ну вот сейчас уже есть экраны, с 3D-эффектом вам не нужно одевать очки. То есть это экран компьютера, вы на него смотрите и видите все происходящее в 3D. Обычному. Он просто считывает движение глаз и подстраивает, собственно говоря, алгоритмом, создавая иллюзию трехмерности. Значит, дальше себе представьте, что такую штуку мы ставим вам просто на глаз в виде линзы. И после этого все вокруг вас начинают появляться люди. Я прихожу к вам лично в дом, сажусь, и мы все делаем. Никто никуда не выходит. У нас встреча в буквоезде. Я у вас дома, и мы, значит, обсуждаем события. Причем говорю за себя не я. Потому что, значит, я уже видел прекрасные ребята сделали. Есть алгоритм, который считывает мой голос, считывает мою речь, переводит на английский язык и говорит моим голосом. В общем, достаточно неплохо, хорошим таким английским языком рассказывает то, что я говорю в видео. В целом, понятно, что я весь оцифрован. Я тоже весь нахожусь в видео, в книжках и так далее. Все это легко может быть отдано соответствующему алгоритму, который присвоит себе эти знания. И дальше, значит, моя 3D-модель войдет в вашу квартиру и начнет с вашего разрешения, видимо. Там какие-то новые правила будут функционирования всего происходящего, и мы будем с вами общаться. И это вообще другая реальность. Это Кирк Кардашьян такая есть. Сколько вот у нее? Много миллионов, не знаю, сотен, не знаю, миллиардов. Ну, как-то меня пугающее количество. Я не могу сопротивизировать цифру. Вот ее такое количество копий зайдет в квартиры поклонникам и будет с ними, собственно говоря, общаться на интересующие их темы. И доктор Гурбатов такой же раз, заходит и все. О чем поговорим? И будет давать инструкцию. Звучит абсурдно, но, понимаете, это уже не вопрос там десятилетий. Это даже не вопрос. Это возможно технически. Плюс-минус уже сейчас. То есть все технологии, которые способны, уже изобретены. То есть просто это сейчас нужно собрать в соответствующие пользовательские интерфейсы. И поверьте, это уже делают. Мета бесконечно. Запрещенная в России террористическая организация. Она бесконечно инвестирует. Ну, то есть ее падение, ее акции связано прежде всего с инвестициями в Гетаверс. И это мы еще не знаем, что делает Амазон. Мы еще не знаем там и так далее. Куча всего. Поэтому у меня в целом такое ощущение, что у нас забирают нашу прежнюю жизнь. Значит, здесь вот, чтобы было понятно, значит, может быть и к лучшему. Потому что в том виде, в котором она у нас была последнее время, ну, ничего хорошего не было. Ну, честно говоря, оглядываясь назад, все время возникает какая-то... В Советском Союзе было хорошо, но... И дальше, значит, это тут дефицит, там то, и там все, пятая, десятая идеология. В 90-е была свобода, но... да-да-да-да-да-да-да-да. В нулевые было все замечательно, но... Пошли десятые. Вот. И вот мы все время находимся в какой-то конструкции, при которой мы не можем сами с собой ужиться. Мы не можем сами с собой как-то примириться. Мы не можем найти такого способа жизни, в котором нам было бы друг с другом хорошо. И вот это, мне кажется, самый главный вопрос, который ставит перед нами вся эта технологическая, все технологическое безобразие, все, что происходит в геополитике и прочее, и прочее. Вопрос – это, почему мы сами друг с другом не можем найти такого общего языка и такой жизни, при которой мы были бы источниками счастья друг для друга. Потому что все время все хотят сами быть счастливыми, но правда состоит в том, что счастливыми вы становитесь только в том случае, если вы источник счастья для кого-то другого. Отдавать значительно радостнее, чем брать. Но мы почему-то до сих пор крутимся вокруг этой загадки человека, который чем дальше, тем больше становится все более соображает хуже, общается хуже, не знает, чего хочет, не понимает, куда бечь, не видит целей и смыслов и так далее. И вот это, собственно, вопрос, который сейчас станет для нас ключевым. мы не можем с вами повлиять на все происходящие в мире процессы. Он пришел в системное движение, которое закончится мировым финансовым кризисом, созданием границ, значит, там, где их раньше не было, ну, то есть, были когда-то, но ставят новые, изменятся альянсы, изменится финансовая система, по полу и появятся, в общем, самостоятельные, как я их называю, цивилизационные анклавы. Все, что я писал в 15-16-ом году, сейчас по писанному выполняют просто все участники Мерлезонского балета. И мы ничего не можем с этим делать, мы не сможем сделать ничего с технологиями, мы даже не понимаем, что с нашими технологиями будет, потому что вполне возможно, что скоро технологии объявят национальным, национальным вопросом национальной безопасности, и не мы же будем что-то отключать, а нам все поотключают по периметру. И дальше перед нами встанет вопрос, как по всем этом прекрасном мире, когда у всех одно у нас другое. Поэтому мир пришел в движение, точка его баланса потеряна. И сейчас мы такие летим с предельным, так сказать, оптимизмом. И вот вопрос мой, он к вам, ко всем, к самому себе. Ну вот, если мы не можем повлиять на вот это все, мы не можем представить, какой будет наша жизнь через пять лет или через десять лет. Ну, если вы можете, посмешите посмешите одного важного, одно важное начало, оно посмеется очень сильно. Сейчас уже, я все время говорю, будущее неизвестно, будущее неизвестно, будущее неизвестно, все такие ха-ха, ха-ха, ха-ха. Потом будущее оказалось неизвестным. У вас же у всех были планы, и все это как-то стало леняться некоторым образом. Почему? Потому что, ну, мы естественным образом планируем это будущее, потому что мозг так устроен, потому что, в противном случае, непонятно, что делать. Сейчас будущее не предназначено. и вопрос, собственно, как мы будем проживать, что бы ни происходило. Какие бы ни, они, к лучшему, может, к худшему. Вообще, я тут, как бы, мне в целом, что воля, что не воля. Вот. Но очень важно, чтобы для нас это проживание жизни наконец обрело наш собственный смысл. Смысл, который мы видим для себя, и смысл, который мы формируем в отношениях с другими людьми. И вот это, мне кажется, очень, с одной стороны, вроде бы простой вопрос. Да? Ну, что такое жизнь отдельного человека? Ничего такого естественного. Сколько нас? Не сошитаешь? 8 миллиардов. Вот. Очень много. Но на самом деле сейчас эта внутренняя жизнь становится самым важным. Мы должны обвести какую-то внутреннюю опору и научиться вопреки своей биологической природе, в целом, достаточно примитивной, эгоистичной, формировать не естественный интеллект, понимаете, а уже сверхъестественный интеллект. Интеллект для групп людей, которые должны будут друг с другом проживать это чрезвычайно турбулентное и сложное время. И я со своей стороны и я сейчас думаю о том, какую найти рамку, которая бы позволила нам опереться на жизнь, в которой всё меняется, в которой нет ничего определённого, в котором нет правых и виноватых, в котором нет хорошего и плохого. Ну, то есть это же всё стало сейчас чрезвычайно зыбким. Люди абсолютно незащищённые. Что может произойти с каждым человеком через шаг в вопрос просто предельно без ответа? И вот во всём этом надо найти какую-то рамку и какую-то внутреннюю обору. И я очень надеюсь, что мы как-то сможем сделать это совместными усилиями. Потому что я могу сколько угодно что угодно говорить, но социальные связи, которые нам необходимы для того, чтобы справляться со всем этим безумием и понимать, что мы ещё можем, что называется. Это то, что будет возникать между вами, между вами, вашими близкими, вашими знакомыми в ваших социальных кругах. И вы сами знаете по себе, как сейчас эти круги стали неустойчивы, как они стали зыбки, как они стали слабы, слабы, так сказать. Поэтому Третья мировая война и Четвёртая мировая война они сошли сейчас. Это идеальный шторм, технологическая революция. Все, я напомню, два года назад предсказывали зиму искусственного интеллекта и расслабились. Но зима пришла в другом обличии, поэтому это фундаментальное технологическое изменение. Разные аналитики в списках не с честь сравнивают это, говорят, что это все вместе колесо, паровой двигатель и компьютер изобретенный в один день. Вот примерно по такой значимости будет эта трансформация. Плюс геополитика и плюс конечно коррозии социальности. Коррозия наших социальных институтов и отсутствие инструментов для создания новых. Поэтому я как-то верю, что мы можем и стараюсь в этом направлении двигаться с точки зрения того, о чем я думаю, тех проектов, которые я запускаю. у меня в Красном квадрате работал. У нас одновременно мы выпускали порядка 50 проектов у нас было в работе. Всяких разных шоу, программ, документальных фильмов, сериалов и так далее. Ну и понятно, что за всем этим мы следить невозможно на никаких обстоятельствах. Большая компания на все это работает. Но ты как руководитель постоянно должен защитить всех. Я прям взял и посадил. пусконолитис твоей любовь. Абрид 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 Единственное правило, которое я выучил, когда ты попадаешь под шантаж и всякие разные неприятные вещи, это не комментировать это. Хотя, поверьте, то здесь есть что сказать, и история печальная. Но в моей позиции такая, я так рассуждаю, что я не могу говорить о том, что нужно быть храбрыми и смелыми, если я поддаюсь шантажу или какой-то слабости. такой слабости. И я действовал ровно так, как должен был действовать сложившихся обстоятельствах. И хотя подвергся в результате совершенно чудовищной информационной атаки, я ни секунды не жалею. и честно говоря, для меня, конечно, было большое значение поддержка, которую я видел. ну понятно, что всегда есть мои недоброжелатели и сколько я хита переживал за свою жизнь и за все, что я делал. Но для меня важны только те люди, важны те люди, которые разделяют то, что для меня важно. Потому что это та социальная ткань, которая дает смысл жизни нашей. И поэтому спасибо. Ну что, красная таблетка, я обещал первый вопрос. Так. Разрешите, я пролезу здесь. Андрей Владимирович, добрый день. Спасибо вам большое, во-первых, за вашу работу. Я говорю как ваш выпускник, как человек, который в один момент встретился с Эйгеном Блейлером и потом, приняв красную таблетку, собственно, немножечко от него отошел. У меня вопрос к вам вот какой. Вы сказали, что люди перестали читать большие тексты. А я с вами от красной таблетки до примерно середины психософического трактата. Дальше я не осилил, я вам честно скажу. Я продолжаю записывать комментарии, так что может быть. Вопрос у меня к вам как к врачу-психиатру. У Томаса есть белый отель. И в белом отеле есть героиня. И мы с моим старшим товарищем, врачом-апилептологом обсуждали ее диагноз. И он уверяет меня в том, что это синдром Туретта. Я считаю, что это истерия, примерно вот описанная Вертинским в его полукровке. То есть Фрейд здесь проиграл. Интересует ваше мнение. Скажите, пожалуйста, как вы считаете героиня этого романа чем страдала? А про какой роман речь? Белый отель, Томас. Вы меня простите, речь Христа. Могу Достоевского обсудить? Дело в том, что, во-первых, когда мы говорим про литературные произведения, все эти образы, конечно, ну, то есть вы не можете написать историю болезни таким образом, чтобы по ней увидеть пациента. Вот вы можете прочитать историю болезни, после этого перед вами окажется пациент, и если это хоть что-то более-менее пограничное, да, понятно, что если это тяжелые формы классических недугов, там будет все описано, и вы вряд ли представите себе кого-то другого. Но так вы представляете все равно другого человека, даже если это специалист пишет. Но тем более, когда речь идет о художественном произведении. Достоевский всюду писал о себе, Толстой всюду писал про себя. Ну, как бы, он, конечно, мог нам ярко передать переживания Наташи Ростовой и Анны Карениной, я про Толстого говорю сейчас, но это же он своими глазами, своим чувством, и он-то это по-другому все равно. Мы читаем, я не знаю, как девушки читают это, но вот мы читаем, нам так все нравится там, так все нам понятно, но если это так легко раскрывается, что мы, так сказать, в своем ближнем круге не справляемся с этой задачей. Это мужское видение как-то прочувствованное, как-то пережитое, там и так далее. Тем более, если речь идет о патологии. Патология вообще очень сложно раскрыть внутреннее содержание. И я не скажу, что есть в литературе примеры, которые бы, когда Юнга спросили, что он там думает про Улиса, значит, и он сказал, что очень хорошая книжка, конечно, он к ней предусловие, кстати, написал, но проблема состоит в том, что то, что видим мы по сравнению с тем, что вот это, ну просто фэрри-тейл несерьезная штука. Поэтому жизнь не перекладывается в литературное произведение. Задача литературного произведения создать миф, который нас захватит и который даст нам какое-то другое видение определенной сферы жизни, отношений и так далее. В каком-то смысле это просто новая точка входа. Безумие часто используется в качестве художественного хода, потому что оно позволяет сохранить эффект реальности, но при этом создать какой-то мистический рисунок и так далее. Но это всегда художественный ход. Поэтому с художественной литературой я не могу их как бы сказать я не понимаю в чем у них проблема. Что встали так? Поэтому а человеческих историй в моей жизни предостаточно. Поэтому я читаю нон-фикшн. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Дорогие друзья, я напоминаю также, что за лучшие вопросы у нас сегодня будут призы и несколько вопросов еще из интернета, которые предварительно собирали в анонсах под предстоящей встречи. Не могу не спросить, вот Елена Паула с таким вопросом обратилась, если мы все-таки выиграем четвертую мировую войну человека технологии, с кем или чем на ваш взгляд человечество столкнется в пятой мировой? Четвертую четвертую мы не выиграем. Поэтому камнями и дубинками. В целом образ, который сравнивается и такое оптимистичное развитие, но мы же живем с шимпанзе, со всякими орангутанами, мы их охраняем, заботимся о них и так далее. Они чем-то на нас похожи. Мы оставляем эти как их леса, пытаемся сохранить и так далее. И позитивный вариант развития это то, что к нам начинают относиться как к милым существам немножко более низкого интеллектуального порядка. И более-менее неплохие условия для нашей жизни создают, а там уж дальше мы сами как можем. И собственно говоря, это как можем меня и интересует, а никто бы видит войну. Значит, второе, это то, что мы войну все время воспринимаем как войну, потому что это у нас такой образ. На самом деле речь, конечно, не о войне. Речь это о возможностях. Побеждает тот, у кого есть значительно большие возможности по сравнению, чем у вас. И проблема состоит в том, что победить может не искусственный интеллект, а конкретные лица, полностью контролирующие такой мощный, сверхмощный искусственный интеллект. Вот это, собственно говоря, вопрос, с которым мы столкнемся. Будет ли он контролируемым своими создателями или или нет. Поэтому как таковой войны не будет. Ну, я так думаю. Хотя, конечно, есть прогнозы, что у нас там все переделают на скрипки и прочее, но я отношусь к этому с высокой долей иронии. Я думаю, что это будет какое-то сосуществование этих систем и вопрос просто эта система будет существовать сама по себе, принимая решения самостоятельно. или она будет у кого-то. Ну, если мы берем, например, Китай, который является одним из лидеров технологической гонки, у него, правда, немножко другая структура инвестиций в новые технологии. Они меньше вкладывают в медиа, они больше вкладывают в инфраструктурные вещи. То есть для них принципиально сделать умные города, то есть там, где полностью решены вопросы логистики, экологии и так далее, жизнедеятельности, распределение функционала и так далее, они думают про себя как про большой муравейник, который нуждается в навигаторе в виде искусственного интеллекта. И основная масса инвестиций идет именно в это. Плюс они очень много инвестируют в геномные все исследования и было очевидно, что это будет страна, которая достаточно займет лидирующей позиции с точки зрения редактирования генома и изменения человеческой природы. Западный мир больше вкладывал в медиа, то есть он больше вкладывал как раз в эти самые речевые модели, в визуализацию и так далее, и так далее, и так далее. Социальные связи, которые возникают в рамках использования тех или иных рекомендательных сервисов и прочее. Поэтому Китай пытается сделать абсолютно контролируем подконтрольную ей систему. Именно поэтому скорее всего разделение будет происходить не столько по географическому принципу и не столько даже по идеологическому принципу, сколько по принципу готовы жить в муравейнике и насколько это вас устраивает. Или вы хотите жить вот в такой системе, при которой есть корпорации, которые владеют и которые в целом там просто риск, что это можно как-то революционным образом решать. И Америку уже устраивала революция, они же свергли корону английскую. Поэтому в целом они могут там попытаться проводить такие революции. И именно про это сейчас появляется очень много и художественных фильмов, и каких-то проектов, которые это описывают, это новое будущее. Почему? Потому что оно стало уже физически ощущаемым. Так что четвертая мировая война судя по всему будет последней. Пятая вряд ли. Спасибо. Спрашивайте, Андрей Владимирович, здравствуйте. Спасибо за лекцию. Вы выглядите прекрасно и бодро. Надеюсь, это будет продолжаться, так как вы нам очень нужны. Спасибо большое. третий мой эфир. Я сегодня уже в бастере в башнине, потом в точке опоры. Хотел бы тоже заразиться этим, но я думаю я в этом не одинок. Скажите, пожалуйста, как вам удается верить в то, что люди как-то будут жить? Это ваша фраза. Вот этот вопрос тоже является вопросом, или я в чем-то ошибаюсь. это первый вопрос. Второй вопрос на вашей последней лекции про замене TGPT вы говорили про мышление невозможно как-то улучшить техническим способом. А генетически или другими способами неужели нет ни единого способа, чтобы этот вопрос тоже улучшить? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Значит, первый это вопрос был про давайте я начну со второго, а потом тогда вы мне напомните первый. Значит, можно улучшить. Значит, китайцы сделали уже генные изменения с обезьянами. Они экспериментировали с геном, который отвечает за увеличение объема мозга у человека. У нас есть микроцефалы и макроцефалы. Ген есть, который за это играет. Иногда дети рождаются с большим или наоборот с очень маленьким мозгом. И этот ген пересадили приматам. Это было на макаках сделано. И они удивительным образом размеры мозга не изменились. Но у них увеличилась оперативная память. Те, кто читал мои книжки, я все время говорю, что у нас может удержаться в голове три интеллектуальных объекта. То есть пример с этой обезьянной, которая выходит и играют в шарф, перекатают от команды к команде. Причем, короче говоря, в единицу времени мы можем удерживать три интеллектуальных объекта сознательно. приматы удерживают два. Значит, пересаженный ген позволил приматам удерживать три, как мы, количество интеллектуальных объектов, когда они решают интеллектуальную операцию. Это революционное событие. И в целом это уже человек, как бы, сказать, у них просто нету речевых центров и так далее, но... И поэтому они не могут усвоить язык для того, чтобы использовать его в качестве инструмента. Но это прорыв вообще с точки зрения улучшения функционала огромный. Поэтому геномные эксперименты в этой области будут продолжаться. и Хокинг предупреждал, что его последняя книга, которую публиковали уже после смерти, он пишет, что самая опасная стратегия развития человечества это формирование класса сверхлюдей, которые могут жить неограниченно долго. Раньше Курцвейл говорил, что вам главное даже до 37-го года 2000, и после этого вы можете сами решать, когда вы умрёте. Сейчас он говорит, что за 29-го последние к 29-м году будут технологии, которые способны продолжать жизнь по его прогнозам. Я тут делал рецент, но на самом деле это с точки зрения того, что сейчас делается. И понимаете, в чём GPT? GPT он обучился на языковых моделях, а после этого научился делать код, и он также начинает работать в химии. То есть он может просчитать все связи, которые необходимы для того, чтобы создать вещество, отвечающее заданным свойствам. И если это будет такая история сделана внутри нашего организма, фабрика, то да, это первое. Второе, значит, нейролинк, то, что делает Маск. Меньше недели назад он провёл очередную презентацию и показывал, как он вживляет эти электроды. Я всегда к этому отношусь с предельным скепсисом, и здесь я согласен с Капланом, который говорит, мы можем, профессор Каплан, это главный у нас специалист в России по нейроинтерфейсам, вот, и он говорит, что, да, двигательная кора, зрительная кора, мы понимаем, как она устроена, мы можем имплантировать. Значит, у Маска тоже в скайлинке, в этом не скайлинке, а нейролинке, значит, точно так же штука такая, она опускается, и из неё выходят электроды, которые тоньше волоса там и меньше клетки, и входят, соответственно, в клетки, начинают считывать информацию, значит, и следующий этап будет подавать на неё информацию, то есть, условно говоря, уже существует работающий, на людях они это пока не делают, но на животных они это делают, значит, существуют работающие технологии по внедрению в нашу голову антенны, которая принимает сигналы изнутри головы и выдаёт. Маск честно сказал, что речь идёт о двигательной и зрительной коре, я вот тут должен сделать уточнение. Вообще, его презентация вся, она по большому счёту ну, как бы очень крутая, потому что смысл состоит в том, что они собираются с двигательной коры считывать, такой же датчик устанавливается ниже зоны повреждения спинного мозга, значит, и можно будет вернуть движение людям, которые потеряли способность движению из-за травмы, связанной с стандартной позвоночника и с травмой, соответственно, спинного мозга. но это супер-мега серьёзный шаг. ещё второе, что вот в этой же сфере придумали вещество, которое можно залить на поверхность мозга, которое как бы не конфликтует с тканями мозга, и можно внутри мозга сделать шапочку, то есть не то, что надевают на голову, а то, что прямо оно там будет шапка внутренняя, которая точно так же будет работать как антенна. Но я пока не верю в то, что возможно, все говорят, мы присоединимся к знаниям. Знания так не хранятся. То есть то, как система хранения знаний на серверах или там в любых источниках данных не такая, как у нас с вами. Если вам нужно что-то вспомнить, вы это вспоминаете по огромному количеству ассоциаций, которые у вас связаны с этой деятельностью, и вы их, как бы собираете, и каждый раз ад-хок по случаю собираете интеллектуальный объект, который вы хотите вспомнить. Подумать, что можно точно так же буквы туда завести, там сетевая структура, там нету места, где есть буквы, куда можно было бы загрузить хотя бы в оперативную память. Называется оперативная память, но это же не оперативная память, оперативная память это просто центральная исполнительская сеть работает в этот момент, но мы же не можем в нее загрузить, она же не отдельный сервер, который мы сейчас возьмем, просто совокупность нейронов, которые выполняют эту функцию. Поэтому то, что касается технологий, они точно сейчас будут приходить, то, что касается генинженерии, действительно возможно производствовать сверх людей, которые будут с заданными свойствами, и Хокинг, я не помню, закончил мысль или нет, он собственно это предсказал. Поэтому у нас в целом есть такая перспектива развития, и ее обсуждают очень активно, при том, что когда люди говорят, я тоже думают, чип тебе вставят, но в Японии люди отрезают уже себе конечности, чтобы интегрировать туда искусственные руки или ноги. Так что то, что нам кажется безумием, для кого-то вполне себе неплохое развлечение. Поэтому да, но меня это собственно как-то пока не будоражит. и первый вопрос был. Как удается сопринять веру то, что эти карты будут видеть? Да, значит, ответ здесь будет, я здесь сошлюсь на масках. На самом деле надо очень внимательно вообще слушать, что сейчас говорят эти люди. Не верьте ни единому слову. Это все вранье. Почему? Потому что за этими людьми стоят огромные корпорации, огромные деньги, огромные риски и так далее. Но надо быть сумасшедшим, чтобы думать, что он сейчас вот. А Маск сказал, что подписали письмо, мы против искусственного интеллекта. На 6 месяцев решили отменить. Это понятно, что надо сейчас сделать все, что угодно, чтобы успеть в замочную скважину, в замочную щель, которая стала дверную, стала резко и через неделю он объявляет, что набирает в Теслу сотрудников и создание аналогичного этому. это все ирония. Но ситуации, в которых они говорят, это дико интересная штука. Представите, Объединенные Арабские Эмираты, это вообще спешил страна, которая во многих смыслах очень странная. Там существует вот это, они не очень понимают, что надо делать, но они понимают, что у них есть деньги, которые пока от нефти остались, их можно технологически как-то обустроить, чтобы в новое время впрыгнуть. И они строят эти города фантастические и так далее. Так вот, последнее и они регулярно проводят, если вы помните, первая презентация робота, человекообразного робота, проходила вот на такой конференции, это международные, они собирают со всех стран представителей, они съезжаются, бизнес и технологии. И Маск выступал, это было неделю две назад, и Маск выступал в этой истории, значит, надо понять, что Маск ведет очень сложную политическую игру. Значит, он договаривается с Китаем, потому что для него это, собственно говоря, фундаментальный рынок и заводы и прочее, и прочее. Значит, он отменяет галочку у BBC и, ну, то есть, у New York Times, он написал, что вы пишете скучно, отменил им галочку, BBC написал, вы финансируетесь правительством, вас вообще нельзя служить, выбрал им галочку в своем твиттере, твиттер, запрещенный, видимо, в России организацией, на всякий случай. Да, и, да, то есть, он ведет очень такую, очень опасную игру, вот, и, что он сказал, представляете, вот сидят эти арабы, которые сейчас инвестируют все свои деньги в технологии, и он, они говорят, ну, слушай, как ты вообще смотришь, вроде как опасно все, непонятно, что куда там, виски какие-то там и так далее, и дальше Маск говорит вещь, ну, просто, так, как будто ни о чем, он говорит, ну, понимаете, цивилизация же все время гибли, и дальше он говорит гениальную мысль, но не гениальную, а вот ее нужно расшифровать, дальше он говорит, но когда гибнет одна цивилизация, на планете живут другие цивилизации, и они в этот момент приходят, и, вы слышите, он это говорит арабам, а сам, значит, чтобы было понятно, ни одно китайское СМИ не помечено как финансируемое государством в Твитере, то есть BBC было помечено, значит, мы, кстати, тоже не помечено, RT, и так далее, то есть он похоронил уже Соединенные Штаты, поэтому, когда мы говорим будут ли, просто непонятно кто, то есть может быть это будет какая-то китайская специфическая цивилизация, которая там объединит страны в океане и так далее, может быть это будет что-нибудь на исламском зеленом поясе с северной Африки и дальше Ближнем Востоке и так далее, может быть у нас какая-то возникнет локальная, вот, то есть когда мы говорим, что человек будет как-то жить, просто непонятно какой человек, где и что он будет с этим делать, поэтому как-то жить будет в войне, я как маска, когда цивилизации гибнут, другие имеют все шансы, вдруг это наши шансы. Спрашивайте, пожалуйста. Андрей Владимирович, добрый день, очень благодарю вас за такую прекрасную возможность лично задать вопрос, восхищаюсь тем, что вы делаете, считаю это нереально важно. Вопрос собственно в том, как в нашем довольно консервативном обществе быть собой, не боясь осуждения, осуждения окружающих, в том числе близких людей, коллег, да, и к сожалению даже собственных родителей. Вопрос в этом. Это к вопросу про то, что у всяких перемен есть плюсы и минусы. Значит, если вам важнее ваша индивидуальность и то, как вы себя ощущаете, если это важнее того, что чувствуют родственники и близкие, вы находитесь в истории, когда вы можете легко менять место жительства, круг общения и так далее. Вот раньше в советское время не так было просто все это поменять. сейчас мы находимся в ситуации, когда вы можете найти для себя среду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Значит, если отношения с близкими коллегами для вас важнее, то зачем им сообщать что-то, что их будет травмировать. На мой взгляд, это важно быть индивидуальностью, а не то, чтобы тебя признавали этой индивидуальностью. Важно быть каким-то, а не то, чтобы тебя признавали каким-то. И зачастую требования от близких, чтобы они мирились со всеми нашими особенностями загибонами и так далее. Это не совсем может быть правильно. Родители дали нам жизнь не воспитывали, занимались нами. Наша задача беречь их. Коллеги, если вы с ними что-то делаете, какие-то интересные проекты, это то, что важно и значимо. Поэтому в этом мире сейчас сама наша личность перестала быть цельной. Потому что раньше у нас была одна жизнь, а сейчас этих жизней становится все больше и больше. Потому что жизнь это же социальный круг, но у вас один социальный круг в оффлайне, другой социальный круг в онлайне, третий социальный круг в компьютерных играх, пятый социальный круг еще где-то и так далее. И мы стали множественными. это неплохо, потому что это на самом деле соответствует в каком-то смысле нашей природе. Потому что как говорил еще Лакан, лично я не целокупен. Это было такое знаменитое вызывающее высказывание. Нам только кажется, что мы обладаем такой какой-то универсальной целенностью. и вполне возможно, что какие-то наши интересы, увлечения и так далее мы будем разделять с одними людьми. Потому что раньше все ожидалось, что вы супруги второй половине найдете полный комплект. Сейчас проблема состоит в том, что пары часто каждый живет в своем рекомендательном сервисе и они редко пересекаются. Если вы понимаете, что отношения близкие вам важны для психологической поддержки, для участия какого-то, для ощущения, что у вас есть плечон, что есть близкий человек, который может вас поддержать эмоционально не всегда. Это одна история. Дальше есть еще какие-то другие активности, в которых у вас работа, и вы чем-то интересуетесь, что может быть вашему близкому человеку не так интересно и так важно, и вы это там реализуете, а он что-то свое что-то еще где-то реализует. Мы должны быть в этом смысле более пластичны. Когда Талин говорит об антихрупкости, чем у вас жестче структура, я индивидуально сейчас все или да, или нет, приняли или нет. Это травматичные вещи, вас будет травмировать, и близких будет травмировать. Поэтому надо искать такие области, в которых вы чувствуете себя комфортно, с разными людьми, в разных социальных группах. вот этот такой резоматический характер социальности это то, что мы раньше социальность была иерархическая. Значит, есть начало, и мы все по очереди подчиняемся, и можно все это просчитать. Постепенно социальность из-за того, что уходила императивная власть, способы контроля и так далее, все стало разъезжаться и прочее. Мы стали сейчас в сетевую структуру. Но даже сетевая структура должна иметь центры. Потому что если у нее есть какая-то инценция, какая-то осмысленность, она должна иметь куда-то двигаться. И вот нам нужно просто понимать, что когда в очередных каких-то социальных общностях оказываетесь, куда эти люди все вместе движутся. И если вы совпадаете по вектору движения, то вы в этом отношении здесь двигаетесь, в этом отношении здесь двигаетесь, и так далее. Это новая такая реальность. И нельзя сказать, что я тот-то. Я сегодня приводил пример на эфир и все. Вот вы представьте, что мы здесь вот сюда сейчас рассадим каждого из вас вы будете в годовалом возрасте, в десятилетнем возрасте, в пятилетнем на всякий случай, в пятнадцатилетнем, в двадцатилетнем, в сорокапятилетнем и в семидесятипятилетнем. Я сказал, что они подерутся. Потому что нам только кажется, что мы точно такие же, как мы были. мы очень сильно меняемся. И в жизни тоже у нас есть разные сферы, в которых мы где-то хотим быть наоборот деятельными, а где-то мы хотим быть наоборот как можно я полежу тут. Где-то мы хотим, чтобы большая была какая-то активность, где-то мы хотим, чтобы наоборот это все было тихо, калуарно и так далее. Поэтому мы разные сами внутри самих себя и просто под каждую из этих наших составляющих надо находить свою колыбельку. Спасибо, Андрей Владимирович. Нам уже нужно переходить к автограф-сессии. Ваш перед автограф-сессией должен задать вопрос из интернета, который прислала Дарья Горбунова по поводу будущих творческих планов. Андрей Владимирович, каковы ваши писательские планы на ближайшие пару лет сразу замахнулся. Поэтому все, что готово рассказать. Честно говоря, да. Понимаете, вот книги как-то абсолютно стало бессмысленно писать. Мозг и бизнес, например, я пишу, там ее продали полторы тысячи экземпляров. у меня на курсе мастер-мышлении полторы тысячи сейчас обучается. Поэтому тут не вполне понятно, так сказать, какая в этом, так бы сказать, задача. И я пишу курс, это суперкурс, ну там прямо мощь. сейчас у меня худеют люди, например, со страшной силой. Там цел написано, это 200 страниц, ну как бы текст этих заданий, упражнений, там и так далее. это что-то целая книга. поэтому сейчас формат и его особенность это интерактивность. Я выпустил эти рабочие тетрадки. Вот. Ну я думаю, что так люди начали, посмотрели, почитали и отложили. Надо, чтобы регулярно дергали внимание, сделали задание, так все пишем комментарии, ответили. О как. Вот. Значит, делайте задание, выполняйте это и так далее. Поэтому сейчас немножко формат требует большей такой интерактивности и большей краткости, большей направленности. Поэтому я сейчас сделаю будет рабочая тетрадка для счастлив по собственному желанию, с упражнениями, описаниями и так далее. Ну вот психотерапевтическая, так сказать, книжка. Вот. В целом, понимаете, вот я, я, у меня следующая книга была по плану. У меня планы есть. Это называется «Планы моих не написано книг». Значит, у меня есть, я думаю, сейчас напишу три книги про бизнес, следующая будет книжка «Лидерство и мотивация». Ну, я и вышел в GBT час. Ну, я по месту иду с дуру. Я говорю, напиши мне план книжки. Он такой пишет, я такой такой «Ладно, а вот эту главу как бы ты…» Ну, конечно, это не как я. То есть, я думаю по-другому. У меня там, как бы, я из мозга и вообще я, как бы, лидерство считаю другим, чем все, что все считают, мотивацию считаю другим, чем все, что считают. Но вот дальше я буду конкурировать с бесконечностью, бесконечностью вот этого, этой истории. И я, мне кажется, ну, если я могу просто говорить, если я могу просто выступать, просто рассказывать, то, может быть, это будет лучше, чем я буду сидеть и писать книгу. Значит, после этого все будут ее делать, что читают и так далее. Вот. и мы будем обсуждать, что вы хотели сказать этой книгой. Да, Главное, знаете, у меня есть книжка, называется «Психософический трактат». Тут есть участники, так сказать, Морелезонского политика, которые пытались ее свыть. Я ее издал, сейчас там идет в конце математическая такая история. Написал математик, Илья Егорчев. это статья «Как использовать математическую теорию категории для того, чтобы описать то, что происходит в трактате». Мой трактат не особенный я кому порекомендую читать, а там я в целом сам читал со сложностями. Это текст про мой трактат, но математический. Ну, то есть уже просто это там начался. вышел значит прекрасный сервис на основе GBT, который берет тексты и значит выносит мысль, может ее переформулировать, переписать. Ну, я думаю, была не была. Я загрузил статью Ильи Эдуардовича, доктора философских наук, в эту штуку с формулами, со всей этой мне рассказали мою методологию, я ее не могу оттуда вынуть из этого. Ну, там написано там, ну, я могу, я старательно вынимал, получал консультации у автора, так сказать, и прочее. Вот. Но машина это сделала. Вот. Поэтому они будут сейчас, конечно, в этом смысле их собрали. Более того, вот, то, что касается психотерапии, тоже. Сейчас будут какие сервисы? Значит, будет сервис, где вы рассказываете проблему, вам формулируют варианты, почему такое могло возникнуть. Вы тыкаете, какой вариант вам есть. Уже бесплатные психологи на чат Депети уже есть. И они неплохие. Правда. Я вот зачитывал истории в лекции в последней. Но это не психолог, это был просто Депети. А эти уже настроены на это. Их алгоритм соответствующий дополнительно добавлен. Вы будете спрашивать, он будет вам отвечать. И можете все, что угодно ему сказать. Он вам все, что угодно предприятирует. А если чуть-чуть дальше, то будет аватар. Вы когда по онлайн общаетесь с кем-то. Вам же нормально. Там будет подергиваться. Но в целом буду отвечать. поэтому мы немножко сейчас не осознаем насколько радикально есть вот как бы сейчас мы находимся в этом перемещении. И книга, к сожалению, я-то точно что-то напишу. Но сейчас я нахожусь в ужасе. Что бы такое я мог написать? чтобы я мог сказать, что это точно не ЧПТ. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Дорогие друзья, нам нужно заканчивать и переходить уже к фото. Спасибо большое. Дорогие друзья, нахожусь.